я приветствую вас дорогие друзья уважаемые гости и подписчики моего канала всем большое спасибо за то что смотрите алексей кущ известный аналитик со мной на связи прямо сейчас алексей здравствуйте друзья подпишитесь на аналитику гуща это телеграм-канал очень интересный с цифрами с фактами все по делу поэтому переходите и присоединяйтесь ссылка как всегда в описании алексей начать наш разговор я хотел бы с рекордсмена шмагаля который дал пресс-конференцию по итогу своих четырех лет работы это абсолютный рекорд в украине переплюнул даже азарова шмыгаль в общем сказал что на треть будут сокращать министерства и сделал такие очень важные резонанс низшие заявления по поводу транзита российского газа мол принципиальная позиция не участвовать украине в каких-либо переговорах вот европейцы как бы получают этот газ пускай они договариваются а мы будем уже как бы выполнять а в чем принципиальность этой позиции и как вам ну вот подход премьер-министра рекордсмена ну подход имеется ввиду как бы общий экономический подход от этом я думаю что скорее всего когда-то мы в учебниках прочитаем по шмаганомику эффект шмаганомики знаете потому что есть нобелевские премии и есть шнобелевские премии ну то есть как бы и там и там есть свои лауреаты только как бы престиж этих премий он как бы немного отличается ну поэтому как бы episк P3 экономика есть шмаганомика это примерно также как нобелевская утрворение шнобелевская премия тоже примерно такое же отличие ну это вообще как бы действительно пример уникального кабинета мест который практически ничем не занимался но если так брать на системном уровне да но действительно при этом продержался при власти рекордное количество времени это еще раз говорит о том что у нас фактически мы живем в условиях так называемого дисфункционального кабмина то есть дисфункционального потому что основные функции он не выполняет хотя но если брать конституцию у нас парламентская президентская республика и по идее премьер-министр это должен быть как бы один из ключевых этих вот политических лидеров в стране да то есть это достаточно сильная политическая позиция парламентской президентской республики но мы видим что у нас фактически роль премьера она даже значительно ниже чем не в некоторых в некоторых президентской парламентских республиках но если брать аналоги посмотреть что происходит в других странах то есть некоторых президентской права республиках премьеры как бы более функциональные более субъектные чем у нас но это говорит о том что есть определенный кризис системы внутреннего государственного управления потому что в условиях войны но еще и раньше до войны основные рычаги управления экономикой страной они концентрируются не в кабине то есть они находятся в других институциях соответственно кабин все больше и больше получает такой статус своеобразной английской королевы да то есть номинальное управление они как бы занимаются представительством да представительствует но фактически реальных рычагов управления них остается крайне мало и желание кстати говоря пользоваться этими рычагами управления которые у них уже есть еще есть тоже как бы незначительное поэтому остается делать эпические фотосессии на польско-украинской границе стиле там сериалов про 90-е и как бы делать какие-то громкие заявления потому что по большому счету мы можем сейчас обсуждать с лавашем и галяна мы же прекрасно понимаем что от него практически ничего не зависит если мы говорим в данном случае о транзите российского газа и модели вообще как это могло бы происходить поэтому это как бы такая общая рамка нашего обсуждения если говорить о конкретном вопросе то я неоднократно писал статьи на эту тему я считаю что как бы такой своеобразный знаете как кое-свообразный ригоризм который у нас в обществе наблюдается по отношению к темам российского транзита российского газа и так далее как бы он не совсем соответствует реалиям которых которых мы живем и вообще в реалиях которых живет весь мир у нас знаете как вот в этом плане общество оно крайне радикально в оценках у нас общество ну во всяком случае часть общества крайне радикально в оценках то есть у нас вот постоянно вот этот идет дискурс о том что нельзя транзитировать российский газ что это как бы какая-то аномальная ситуация в условиях войны и так далее но на самом деле вопрос очень простой вопрос в том какая модель модель жизненная модель у нас который какую жизнь модель мы будем применять это будет рациональная жизненная модель такая например как в израиле где все государственные решения выстраиваются исключительно исходя из вопросов национальной безопасности и национальных интересов либо это некая иррациональная такая воздушно-замковая модель такой своеобразный биопартизм как когда все выстраивается исходя из каких-то эмоциональных психических психологических факторов каких-то всплески эмоций и даже на уровне каких-то гормональных выбросов в обществе принимается решение ну вот яркий пример израиль ну не секрет что достаточно сложные отношения были с тем же египтом которым израиль воевал и шестидневная война и война судного дня и очень правопролитные войны были но тем не менее израиль нашел модель взаимоотношения с египтом и например газ который израиль добывает на месторождении левиафан он поставляет египет египет перерабатывает на своих заводах по производству шиженного природного газа в доме ну то есть никто же в израиле не говорит там допустим что же что же вы делаете там да поставляете там в соседнюю арабскую страну природный газ ну понятно что сейчас как бы израиль не находится в состоянии войны но тем не менее как бы история эти взаимоотношения этих стран очень не очень неоднозначно у нас как бы часто любят говорить о том торговал ли бы например сталин гитлером да вот это как бы известная фраза и я думаю что если бы сталин продавал нефть гитлеру в сорок четвертом году когда германия столкнулась с нехваткой энергоресурсов то гитлер бы несмотря на войну покупал у сталин просто стали не продавал вот в чем в чем вопрос а если бы если бы стали готовы продавать нефть было думаю что гитлер бы купил особенно когда он утратил там часть месторождений которые вода которым немецкие танки как бы могли быть на ходу поэтому в данном вопросе есть целый такой скажем целое напоставание вот этих эмоционально психологических факторов которые мешают принимать адекватное решение но во всяком случае о чем бы я вот хотел сказать именно в части в части допустим именно транзит российского газа потому что действительно писал на эту тему очень много публикаций ну еще до войны и во время войны тоже я говорил о том что вообще газотранспортная система она превратилась такой своеобразный фаллический символ украинских политических элит вот эта труба да это такой фаллический символ власти на этой трубе выросла не одно не одна финансо-промышленная группа не один украинский олигарх миллиардерами стали многие украинские политики достаточно сказать что все наши олигархи все наши финансо-промышленные группы это все в принципе они сформированы на на базе этой самой трубы и того газа который через нее качался но если помните все разговоры о том чтобы создать какой-то консорциум они всегда завершались криками парламенте о том что нельзя передавать национальное достояние бы это стратегическое предприятие надо самим пользоваться ну на самом деле все это происходило в рамках известного принципа техас должны грабить техассы а украинской трубой должны управлять управлять украинские олигархи и политики которые находились при власти но ситуация как видим сейчас кардинально поменялась потому что уже и управлять особо нечем потому что объемы транзита упали но тем не менее заинтересованность европы в транзитах в транзите российского газа она сохраняется и по большому счету газотранспортная система украины до сих пор это крупнейший транспортный транзитный инфраструктурный проект который стоит десятки миллиардов долларов его как бы ну по-разному можно оценивать восстановительная стоимость там допустим ну то есть вот деньги за которые можно построить аналогичный проект это десятки миллиардов долларов поэтому поэтому то есть восстановительная либо альтернативная стоимость здесь можно по-разному и это кроме того что этот газотранспортная система это один из тех проектов наравне с нашей железной дорогой там энергетическим сектором и так далее которые формируют вот экономический инфраструктурный каркас страны инфраструктурный каркас экономики газотранспортная система это еще и ключевой элемент нашего инфраструктурного потенциала нашего инфраструктурного и транзитного потенциала то есть мы должны прекрасно понимать что война она же рано или поздно закончится и мы должны думать критериями ну там допустим даже не одного поколения нескольких интересных нескольких поколений ну как вот все успешные страны они закладывают проекты которые приносят эффект например через два-три поколения и не боятся этого делать и не то есть их не пугает отсутствие сиюминутной выгоды они работают на долгосрочную перспективу ну поэтому война рано или поздно закончится и там через 20-30 лет в украине будут жить украинцы которым нужна будет эффективная экономика если мы сейчас просто уничтожим разбазарим уже окончательно все наше инфраструктурное наследие что мы передадим скажем так будущем поколении поэтому мы должны сохранять те проекты инфраструктурные которые вот формируют инфраструктурный костяк экономики и формируют основу нашего транзитного потенциала даже если этот транзитный потенциал вот сейчас вот всю минуту не используется теперь как бы что какие конкретные шаги ну во первых украина давно должна была создать модель так называемого газового хаба то есть мы могли стать крупнейшим восточно-европейским газовым хабом сначала это была бы географическая привязка газового хаба к нашей транспортной системе и подземным хранилищем потом это этап как называемого промежуточного хаба когда уже происходят хаб используется как ценовой benchmark определение цены на природный газ в данном регионе формируются уже долгосрочные портфели газовых трейдеров на рынке этого хаба на рыночных площадках этого хаба а потом уже как бы форма зрелого хаба когда уже там идет торговля финансовыми инструментами там опционами и так далее все все это ну если так по этапам то это там 10-15 лет от начального географического хаба к зрелому потому что мы же смотрите до войны у нас была модель так называемого импортного паренкета мы почему-то привязывались к ценам на природный газ в немецком хабе потом в нидерландском хабе хотя в принципе даже польша рядом создала свой как бы польский газовый хаб турция создала свой южноевропейский как бы газовый хаб мы имея такие колоссальные возможности мы так и не создали свой центра восточный европейский как бы крупнейший газовый хаб который дом мог бы быть почему это важно потому что газовый хаб предполагает полностью интегрирование украинской газотранспортной системы в европейский рынок природного газа то есть создавая свой хаб мы таким образом становимся как бы участником или члена вот этой большой европейской семьи газовых хабов которые формируются в польше в австрии в нидерландо германии для этого нужно было первых передать под управление этого газового хаба нашу газотранспортную систему и подземные хранилища газа управлять газовым хабом должны были должны были бы должны были крупнейшие европейские операторы которые как раз и занимаются этим видом бизнеса и могли бы интегрировать наш хаб свою как бы систему инфраструктурных проектов ну и узлы учета природного газа который потребляется в европе нужно будет переносить с нашей западной границы на восточную границу и соответственно это бы позволило полностью интегрировать наш газовый хаб систему уже европейского учета потому что сейчас получается что на восточной границе газ выходит нашу газотранспортную систему но это еще не европейский газ то есть он европейским становится после того как он проходит западную границу соответственно учет уже там по счетчику это кстати привело к феномену так называемого так называемого виртуального природного газа и виртуального транзита потому что физически часть газа использовалась на востоке и в центре страны а потом и как-то закрывалась как бы виртуальными операциями со счетчиками когда мы для того чтобы аналогичные объемы газа поставить европу которые мы изъяли из трубы вы должны были поднять часть из своего газа который охранисовавших под земной хранилище на западе с синдром то есть число onc человек зазо 밝ались из трубы транзитный газ забирались sondern востоке и компенсировали эти объемы собственным газом который был наших под земных хранилищITH на западе страны. Ну и, соответственно, поставляли этот газ европейским потребителям. Поэтому здесь есть для нас еще определенные технические выгоды, потому что если мы прекращаем транзит, то в таком случае, например, в некоторые регионы Востока, Юга страны, ну, центра, нам придется гнать газ от запада, от хранилищ, которые находятся на западе страны. То есть фактически из аверсного режима переводить в реверсный режим газотранспортной системы. Почему? В таком режиме газотранспортная система может функционировать, но это будет аномальный режим. И здесь еще очень важный момент. Когда формировался основной компонент украинской газовой коррупции? Он всегда формировался при проведении прямых газовых переговоров с Россией. Ну, в данном случае с Газпромом. Вот во время всех этих визитов в Москву, встреч там в других городах и столицах всегда основной коррупционной основной коррупционной составляющей зашивалась газовой контрактой. Причем без исключения даже хотя и в принципе и «Нафтогаз» и говорит о том, что там вот те контракты, которые после 2014 года там заключаются, они были там уже сверхвыгодны для Украины, но тем не менее, все равно там определенный элемент влияния России просматриваются даже в этих контрактах. Поэтому основная задача, как вообще отсечь нашу коррупцию от российской коррупции газовой, это как раз передать европейцам право на самостоятельное ведение переговоров. То есть, если наш газовый хаб, который находится на территории Украины, который использует нашу газотранспортную систему, наше подземное хранилище газа, если этот газовый хаб находится под управлением европейских газовых трейдеров, если он интегрирован в европейскую газовую систему, то тогда европейские газовые трейдеры ведут непосредственно переговоры со СПРОМом о наполнении этого хаба транзитными объемами со стороны России. То есть, условно говоря, тогда европейцы сами покупают некие объемы газового газпрома, которые они хотят прокачивать, например, в Австрию или Германию, в Швейцарию, Венгрию и так далее. Поэтому в данном случае отсутствуют те самые прямые переговоры между Украиной и Россией, которые вызовут негативное отношение в обществе. То есть, не надо будет нашему премьеру или министру энергетики или главе «Навтогаза» ставить какую-то подпись под договором рядом с подписью руководителя ГАДПРОМа, например. Этого уже не нужно будет делать. Это европейские газовые трейдеры будут ставить свою подпись. Украина в данном случае просто предоставляет газовую инфраструктуру и получает за это доход со стороны газового хаба, который управляет этой системой. То есть, мы сдаем свою трубу условно в аренду, получаем какие-то деньги. Просто, Алексей, долги же сумасшедшие. Труба не пойдет в счет долга. Смотрите, альтернативный вариант может быть такой. Альтернативный вариант – это когда мы отказываемся от транзита российского газа. В таком случае нам придется самостоятельно содержать газотранспортную систему. То есть, это примерно 30 миллиардов гривен где-то в год. Но это исходя из сегодняшних параметров газотранспортной системы, необходимых и капитальных инвестиций. Но можно сократить эту сумму за счет утилизации части газотранспортной системы. В таком формате тогда эта газотранспортная система нам не нужна. И мы ее утилизируем процентов на 30-40. Фактически режем на металловом. И в таком случае, да, она как бы может сократить расходы на содержание. Но все равно из объекта, который приносит прибыль государству, в лучшие времена это были миллиарды долларов, в худшие – это сотни миллионов долларов. Но тем не менее, даже из объекта, который это приносит, какой-то финансовый поток по доходам, этот объект превращается в исключительно затратную инфраструктурную историю, в которую постоянно нужно будет просто вкладывать деньги. Теперь вопрос. Кто заплатит за функционирование газотранспортной системы, если не будет газотранспортных доходов? И ответ на этот вопрос очень простой. Заплатит обычный украинский потребитель, промышленный потребитель, который будет покупать промышленный биомагаз, и бытовой потребитель, который будет покупать природный газ. И, соответственно, косвенно заплатят те, кто покупает тепло и горячую воду в городах, потому что теплокоммунерго работает тоже на природном газе. И, соответственно, у нас может сложиться парадоксальная ситуация, когда транспортная составляющая, она может составить примерно столько же, сколько и сама цена на природный газ. Например, газ может стоить 8 тысяч гривен, а транспортировка будет стоить тоже 8 тысяч гривен. Тумарно придется заплатить 16 тысяч гривен за тысячу публических метров. И это абсолютно реальная ситуация, потому что эти затраты государство не сможет компенсировать. Эти затраты будут полностью перевожены на конечного потребителя. То есть у каждой истории про рациональность, ну вот эта сказка про рациональность и рациональность, которую я рассказываю, она всегда имеет конкретную цену и конечного потерьщика, который за эту сказку будет платить. То есть если это рациональная история, это как бы один платеж. Если это и рациональная, и эмоциональная история, то за эмоции и за иррациональность нужно платить. Ну и это, соответственно, будут платить обычные потребители. Поэтому у всего есть своя цена. Я в данном случае говорю как просто, ну скажем так, человек, который анализирует и наблюдает. У меня нет здесь эмоциональной составляющей. То есть я никогда не работал в азотранспортной системе, у меня нет там каких-то бенефициарных каких-то интересов, за мной не стоят какие-то политики, которые, допустим, заинтересованы в этом. Поэтому и просто аналитический взгляд как человека рационального и трезвомыслящего. Поэтому это я говорю сразу тем, кто попытается здесь искать какую-то конструирование. Я даю абсолютно безэмоциональную оценку. И я считаю, что великое как бы значение в том, что в принципах причинно-следственных связей они всегда обладают очень большим я бы сказал кармическим хвостом, если можно так это назвать. Потому что каждое действие рождает какое-то либо противодействие, либо какой-то эффект. И поэтому вот эта причинно-следственные связи и кармический бумеранг он работает таким образом, что это своеобразное обучение. Вот допустим, ребенок, если он прикоснулся к горячим, он уже знает, что, допустим, раскаленную сковородку руками лучше не трогать. Или, допустим, пальцами в розетку залез, ударил оттоком. Но это такой жесткий способ обучения, потому что можно и погибнуть при такой методике. Лучше, чтобы это объясняли родители, что, допустим, нельзя там пальцами в розетку лезть или трогать раскаленную сковородку. Но есть и коллективное обучение. Коллективное обучение в рамках общества, оно заключается в том, что коллективные действия, они тоже формируют определенные последствия. И в данном случае инфантилизм общества он проявляется в том, что люди думают, что их коллективные действия не приведут к каким-то последствиям для них самих. Ну, то есть, можно, например, выступать, допустим, за полную утилизацию газотранспортной системы, как многие сейчас призывают, ее вообще надо порезать на металлолом. Но эти люди просто не понимают, что сегодня они говорят о том, что нужно порезать на металлолом, а завтра они попытаются включить газовую плиту, а там ничего не будет. газ не будет идти, или потрогают батареи, они холодные, или там увидят, что, допустим, предприятие, на котором они работали, которое потребляет природный газ, остановилось, потому что не может работать, они потеряли работу. То есть, это такая коллективная система восприятия причин и следственных связей. Но проблема в том, что вместе с такими людьми страдают, как правило, те люди, которые рационально мыслят. Ну, просто их меньшинство но они становятся заложниками вот этого такого мейнстрима, массового мейнстрима. Почему? Потому что, например, почему я говорю о модели газового хаба? Газовый хаб нужен для того, чтобы развивать в том числе и наши внутренние месторождения природного газа, потому что наши внутренние месторождения почему не развиваются? Потому что есть государственная компания Укргаздобыча, которая контролирует 60% добычи газа, 70% и которая провалила существенного роста так и не была достигнута. При этом было потрачено десятки миллиардов гривен, по разным оценкам от 40 до 50 миллиардов гривен, это еще по курсу 25 и было потрачено на программы наращивания газодобычи, которые завершились абсолютно ничем. Никакой эффект не было достигнута. Ну и плюс вот эта печально известная история с несколькими миллиардами кубических метров газа так называемых технологических потерь, которые по официальной версии сгорели в потелах, ушли в горизонтальные пласты и вообще рассчитанные эти показатели были на основании каких-то еще советских методичек, но факт в том, что газ на сумму там несколько десятков миллиардов гривен, там порядка 14 миллиардов гривен без НДС, но это по внутренней цене, которая была между Украинской газодобычей и автогазом, по рыночной цене это было бы около 30 миллиардов гривен, то есть этот газ куда-то непонятным образом исчез. Непонятным образом исчез в виде технологических потерь. И в этих условиях мы видим, что частная газодобыча в Украине сокращается, потому что нет рыночной инфраструктуры, которая бы этот газ, скажем так, устанавливала бы справедливую цену на этот газ. Нет вот этого, скажем так, эффективного рыночного бенчмарка, ценообразования, и, соответственно, нет инвестиций и нет интеграции нашей газовой системы в европейский рынок. То есть, по большому счету, это такое дикое газовое поле, где скважины газа могут быть без счетчиков, где непонятно, вообще, сколько добывается украинского газа, где, допустим, можно пробурить, например, газовую скважину рядом с подземным хранилищем газа, которое, государство, и использовать эту скважину как новое месторождение газа. То есть, абсолютно какие-то фантастические вещи происходят, но понятно, что какие же инвесторы сюда придут, когда такое происходит в стране. Поэтому газ-вэхап это еще и модель цивилизованного развития нашего внутреннего газового рынка. Цивилизованная модель бенчмарка, ценообразование, модель привлечения инвестиций, модель четкого газового баланса, сколько добывается и потребляется газ в стране. То есть, это модель, при которой мы, допустим, лет через пять могли бы начать экспортировать газ в собственную добычу в Европу. Пусть и в небольших объемах, допустим, один-два миллиарда до пяти миллиардов метров кублических, но мы могли бы это делать. Ну и плюс, за счет того, что этот ценообразование на газ происходило бы внутри страны, и это был бы профицитный для нас ресурс, то есть избыточный, который мы можем экспортировать, мы бы там через пять или десять лет могли бы выйти на достаточно низкую внутреннюю цену на природный газ для потребителей. То есть, цена на газ для промышленных потребителей в Украине и для населения была бы значительно ниже, чем в Европе, она была бы сопоставима с теми странами, где существуют большие опасности собственного газа. Да. Поэтому в данном случае это еще и плюс для внутренней добычи, но газовый хаб у нас не может быть запущен, если будет уничтожена газотранспортная система. Вернемся к Шмыгалю в своем вот этом собрании, пресс-конференции, да, он также там сделал ряд заявлений. В общем, пенсии, зарплаты, задержек не будет. Да, 37 миллиардов у нас дефицит бюджета, 20% это от всего ВВП страны, но тем не менее, в общем, все нормально. Но ходят отчаянные просто слухи о том, что чуть ли там НБУ уже не было спущено приказом, что давайте-ка давайте-ка гривну допечатаем, девальвируем и условно доллар по 50 уже будет вот-вот через месяц точно. Что вы думаете по поводу состояния гривны, обстановки в правительстве и нам это девальвация от нее никуда не деться? Если не будет утвержден пакет финансовой помощи со стороны США, я в своей аналитике еще с осени прошлого года предупреждал, что, скорее всего, до конца февраля этот пакет утвержден не будет, а если не будет до конца февраля утвержден, то вероятность его принятия в ближайшие месяцы также крайне мала. Ну, то есть, если все те прогнозы, которые я давал еще там начиная с сентября-кабря прошлого года как бы окажутся верными, то в таком случае у нас не будет иного выхода, как начать печатать деньги. И в этом по большому счету, скажем так, я не вижу какой-то такой глобальной катастрофы, потому что выбирая между тем платить пенсии или печатать деньги, ну, как бы, нужно выбирать вариант печатать деньги. Потому что в условиях войны практически все страны, они осуществляли эмиссии, достаточно большие эмиссии денег. Ну, не хватает внутренних налогов платежей и внешних поступлений тоже не хватает. Поэтому эмиссия, скорее всего, будет. Насколько она будет большая, но трудно сказать. В 1922 год мы прошли с параметрами вот этой испыточной эмиссии на 400 миллиардов гривен, то есть внеплановая, которая превысила плановую. Это Национальный банк вложил военные облинации напрямую, без посредничества банков. В 1923 год мы прошли без внеплановой эмиссии, но в 1924 год, скорее всего, эмиссия будет, пока МВФ согласовал примерно по 50 миллиардов гривен в квартал внеплановой эмиссии, то есть это примерно 200 миллиардов гривен в год. Ну, я считаю, что до 400 миллиардов гривен в принципе внеплановая эмиссия может быть, она вызовет инфляцию в пределах 20%, но это не будет, скажем, такой катастрофой, какой была бы, например, невыплата пенсии или зарплат. То есть невыплата пенсии или зарплат это значительно более страшное зло, чем инфляция в 20%. Поэтому я думаю, что, скорее всего, эмиссия будет, ну, а там дальше может сработать причинно-следственная связь, эмиссия, инфляция, потом девальвации национальной валюты. опять же, пока я не вижу предпосылок для прям такой глубокой демократии до 50%. На данный момент и золотовлютная резерва национального банка, и, в принципе, поступление помощи еще балансирует внутренний валютный рынок. в марте мы получим 4,5 миллиарда долларов от Евросоюза плюс 800 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Этих денег хватит на ближайшие 2-3 месяца. Ну, а дальше заглядывать не будем, потому что сейчас горизонт прогнозирования сократился до 1-2 месяца. мы, скажем так, прогнозировав, что будет осенью крайне сложно, потому что очень много неизвестных факторов, начиная от военных и заканчивая экономических, социальных и так далее. Как вам кажется, активизация боевых действий и наступление Российской Федерации, оно бьет по экономике страны вот в этот период, сейчас, когда уже третий год войны пошел? Ну, здесь, скажем так, конкретно вот какие-то активизации на фронте, они напрямую, ну, если и влияют, то опосредованно на экономику, на экономику влияет вообще негативно сама вот общая рамка войны. То есть общая рамка войны, которая свойственна для всех экономических субъектов, для всего населения, мы живем внутри этой рамки, то есть это наша базовая рамка. Вот эта рамка войны, она не предполагает наличие позитивного сценария развития. То есть пока мы эту рамку не снимем, ничего как бы хорошего не будет, потому что жизненная стратегия конкретного человека на микроуровне, стратегия экономических агентов на своем уровне, стратегия государства на макроуровне, все это определяется одним ключевым фактором. Наличие позитивного сценария развития. То есть если есть позитивный сценарий развития, бизнес вкладывает инвестиции, население накапливает деньги, тоже вкладывает куда-то эти ресурсы, строит какие-то планы, дети рождаются, свадьбы играются, да, то есть это позитивный сценарий развития, когда люди ожидают, что в будущем станет лучше, чем сегодня. Соответственно, все модели развития на этом основаны от индивидуальных микро-моделей до макро-моделей. Если нет позитивного сценария развития, то о каких инвестициях, о каких детях, о каких накоплениях может идти речь. Тогда все модели от микро-уровня до макро-уровня перестраиваются под модель выживания на текущем уровне и попытки выйти за пределы этой рамки. То есть в данном случае население это миграция, для бизнеса это ревокация. То есть общая рамка. Есть, конечно, скажем так, существуют люди, которые в принципе находят возможность заработка и каких-то своих локальных позитивных историй даже в каких условиях. мы же должны понимать, что это абсолютное меньшинство, потому что зарабатывать на войне получается унимой. Да, есть определенные, у нас соревновался определенный класс, я в одной статье назвал их некроворды, некроворды, то есть это люди, которые условно говоря научились зарабатывать на войне, научились зарабатывать на смерти, это известные бизнесмены, которых недавно арестовывали, не буду называть их фамилии, которые занимались закупками для армии, они могут в этих условиях проводить для своих подруг выставки живописи, покупать престижные иномарки, подвижимость, они в условиях войны живут намного лучше, чем жили до войны, они в условиях войны получили колоссальные возможности для личного роста, имеется ввиду личного в плане интеллектуального или духовного а в плане именно имущественного, имущественно-финансового роста. Для них, естественно, как говорится, война, но мать родна, как говорится, кому война, кому мать родна. Для них это родная мать. То есть это такая прослойка микроортов, это, кстати, тоже очень большая проблема, потому что эта прослойка она становится основным мотиватором, драйвером не самой войны или, допустим, успешного течения этой войны для нас, они становятся основными драйверами войны как процесса. То есть им не нужно эффективное завершение войны для страны, им не нужна победа, им не нужно завершение войны, им нужно продолжение войны. Потому что каждый год продолжения войны для них становится плюс какая-то сумма, которая капает на счет плюс 1 миллион или плюс 1 миллиард, в зависимости от масштаба некровордов. Поэтому у них в этом плане все хорошо. Но основная часть страны, основная часть бизнеса населения все-таки испытывает колоссальный дискомфорт вследствие наличия военной рамки. Часть людей просто пытаются выйти из-за предела этой рамки, а часть людей, которые остаются в этой рамке, они пытаются выживать и пытаются максимально сократить любые инвестиции, любые излишние траты. То есть нацелена на сиюминутное выживание, стратегия на выживание. Алексей, я вот как хочу продолжить наш разговор, я вот не пойму, что вообще в мире происходит. Биткоин взлетел до сумасшедших показателей, золото растет. Вот эти все гиганты, монстры как BlackRock в крипту заходят. То есть это какой-то предвестник большой мировой финансовой экономической бури? Ну, криптовалюты они в принципе стали уже фактически биржевым финансовым инструментом. То есть если раньше там торговали только так называемыми беспоставочными опционами, то есть люди просто играли на разницу в цене и получали свой профит. Сейчас в принципе уже и поставочные опционы, то есть уже непосредственно крипта поставляется в рамках биржевых соглашений и комиссия по ценным бумагам США допустила скажем так крипту как биржевой инструмент. Ну, во-первых, крипта она очень сильно зависит от циклов ликвидности и денежно-кредитной политики основных центральных банков и регуляторов мира. Нынешний взлет крипты был связан, ну, частично был на ожиданиях смещения денежно-кредитной политики в США, там начало цикла снижения базовых процентов ставок, когда оказалось, что, в принципе, ФРС не собирается в ближайшее время снижать ставки, то, в принципе, и пошел определенный откат по крипте, коррекция. Ну, а вообще, как бы, лично моя теория, крипта связана с циклами развития теневой экономики. То есть крипта используется как колоссальный инструмент обхода финансового мониторинга и налогообложения, и как обойти, например, происхождение средств при покупке недвижимости. Ну, сейчас, например, во многих странах за недвижимость можно криптой расплатиться, чтобы обойти финансовый мониторинг в банках и подтверждение источника происхождения средств. Ну, и сейчас колоссальный спрос на крипту возник как раз в следствии войны. Россия формирует свою черную кассу войны как раз в крипте, частично получает свои нефтегазовые доходы в крипте, потому что для того, чтобы обойти так называемое ценовое ограничение, ну, вот этот прайс-кэп, который выставили США и союзники по российской нефти, опять же, чтобы продать ее дороже ценового прайс-кэпа, официально берут, допустим, там в юанях или в рупиях в рамках прайс-кэпа, разницу получают там, крипту. А некоторые вообще продают партии нефти там исключительно за крипту, то есть такие случаи, что с Россией нужно формировать эту черную кассу войны, и в данном случае эта черная касса войны, она может достигать до 100 миллионов долларов в день. То есть это достаточно большие деньги, это десятки миллиардов долларов за год. Потом за счет этой черной кассы войны финансируются частные военные компании, закупки опять же подсанкционных высокотехнологичных товаров, ну например если российский агент поедет в США и надо будет купить по партию чипов и по проводнику для российских ракет или там допустим самолетов, или он поедет в США или поедет в другие какие-то страны, то понятно, что он уже не сможет заключить официальный внешнеэкономический контракт, он расплатится криптой с теми людьми, которые продадут и моют. Он не будет чтобы чемоданы наличных долларов водить через границы. Ну и в Украине кстати говоря по вы же наверное читали информацию по электронному декларированию в Украине основные ну то есть среди наших чиновников 20% водительцев крипты это 10% это работники прокуратуры а 12% работники полиции. То есть у нас фактически в прокуратуре полиция сидит в крипте. Ну так хорошая реклама раз менты и прокуроры там то надо присмотреться. Ну знаете лично для меня как бы правоохранители которые сидят в крипте это какой-то аналог FPG точнее FPG а OPG какой-то получается правоохранитель в крипте это как участник OPG по-другому назвать это сложно. Ну понятно что все не будут рассказывать что они все такие криптоманы и такие продвинутые пользователи и нацисты и просто играют на рынке но на самом деле мы считаем что вообще ну полицейский или прокурор который получает доходы в крипте но он по меньшей мере сомнителен да по большому счету это как бы уже повод для того чтобы человеком пристально заниматься поэтому я считаю что вообще нужно запретить например в правоохранительных органах людям работать с криптой то есть это вообще как бы недопустимо на мой взгляд ну как бы хотите инвестировать в крипту увольняйтесь из полиции из прокуратуры читайте курсы по трейдерские курсы по операциям с криптой зарабатывайте на этом тени в чем проблема можно больше денег заработать чем зарплату полиции или прокуратуре а так чтобы сидеть на двух стульях тут я правоохранитель а тут я как бы криптоман но тоже но это опять же пример того почему крипта ну так взлетела потому что война формирует очень серьезный спрос на эти криптовалюты вот ну и кстати говоря чем больше будет вот это раскручиваться санкционная история тоже еще и Китай может подключиться ну точнее США могут ввести дополнительные санкции против Китая а если там начнется какая-то торговая война более сильная чем сейчас это тоже повлияет на роль крипты и на объем этих операций вот знаете как если бы завтра например страны БЭПС приняли решение страны ну вот стандарты БЭПС это стандарты которые направлены на борьбу с размыванием налогооблагаемой базы эти стандарты приняты странами ОС это организация экономического сотрудничества развития там есть несколько стандартов в том числе стандарты обмена налоговой информации понятие деловой цели отчетных пиков это контролируемые иностранные компании применение международных соглашений об избежании военного налогообложения и так далее то есть например завтра бы страны ОС вышли и сказали все мы пошутили никаких стандартов БЭПС не будет не надо никаких финансового мониторинга происхождения следствия все это отменяем то послезавтра если бы не завтра это сказали послезавтра крипта упала бы чуть ли не до нуля поэтому моя теория заключается в том что чем сильнее закручиваются гайки на в виде регуляции государственных регуляций различных налоговых ограничений санкционных ограничений тем будет выше курс криптовалют Алексей сообщают что уже 20 человек из слуг народа хотят покинуть парламент было до этого 17 вроде как Арахамия говорил в общем число депутатов дезертиров оно растет это только про правящую партию мы говорим про слугу народа всего там достаточно большое количество депутатов на лыжах они что-то знают? ну смотрите они они кстати говоря они могут вообще ничего не знать на самом деле это я говорю абсолютно серьезно потому что я сам иногда общаюсь с некоторыми депутатами и иногда мои друзья говорят спроси у депутатов например когда война закончится какая ситуация будет в стране я им говорю понимаете проблема в том что они сами ничего не знают то есть они некоторые депутаты у меня спрашивают когда закончится война для понимания как бы этой ситуации поэтому знаете как парламент я же как бы часто об этом говорил в своих блогах статьях наш парламент это не представительский форум простого народа как это должно быть по конституции это своеобразная политическая биржа политическая биржа где происходят постоянные торги только вместо котировок участвуют карточки для голосования и вместо денег как бы это личный голос депутата знаете как по терминологии место где стоят брокеры на бирже где они постоянно выкрикивают покупаю продаю это называется по биржевой терминологии яма яма вот такая своеобразная яма только не яма классика куплена там другая была яма а именно вот такая биржевая яма она находится в парламенте то есть там происходит вот эта торговля покупка и торгов продаж и покупка различных преференций рентных финансовых потоков и так далее так вот проблема для депутатов заключается в том что уже где-то вот ну два года войны они практически полностью отрезаны от процесса получения вот этих бенефитов от экономики то есть они практически ничего не решают они в значительной мере уже не влияют на какие-либо процессы экономика ну она в очень специфическом состоянии сейчас у нас находится поэтому тут вот эти все программы связанные с лоббизмом покупкой различных сырьевых рент ну а в значительной мере сократились эти проекты потому что ну смысл какой например сейчас там заниматься каким-то лоббизмом в части природных ресурсов если их по большому счету вывести никак нельзя то есть у нас только недавно железная руда прошла через порты детские до этого как бы полтора года как бы вообще практически на стопе стояло вот поэтому знаете как им просто там нечем заниматься они пришли туда ну зарабатывать деньги а получается сидят и просиживают станы там или там другие там скажем так виды своего гардероба поэтому ну что им еще остается делать ну они в основном все по по своей по своему мировоззрению ну не все но в значительной мере там я не хочу просто сейчас огульно всех как бы называть потому что там в принципе есть абсолютно адекватные люди я просто говорю что значительная часть депутатов это по своей сути бизнесмены то есть знаете как бизнесмен который вошел в проект и видит что там полтора года он ничего не получает из него да он утрачивает интерес к этому проекту вот так и они утратили интерес к проекту своего депутата они хотят продолжить свое движение вне той самой рамки войны о которой мы с вами говорили то есть они хотят из этой рамки уйти они сейчас внутри этой рамки находятся ну как и мы все ну они еще плюс там если раньше они могли там куда-то уехать за границу то сейчас вследствие того что очень пристальное внимание этим поездкам депутатов за рубеж они даже этого как бы привилегия по сравнению с обычными смертными лишены то есть единственное привилегия то что как бы не призовут в армию они могут свободно перемещаться по стране и как бы без страха что их там где-то остановят там и заберут вот но для них это привилегия как бы достаточно такая сомнительная потому что у всех у них там какие-то есть документы которые подтверждают что все они как бы занимаются важными делами их нельзя трогать поэтому для них это просто они украшили интерес и находиться внутри этой рамки им уже сложно короче они хотят как бы на свободу пойти ну многие хотят на свободу просто понимаете когда вообще странная ситуация вот с точки зрения депутата да у тебя там льготы бронь понятно что работа ну не буду говорить пыльная не пыльная всякая работа она на самом деле требует усердия и сил но еще и полномочия бессрочные получаются когда там военное положение закончится когда там какие-то перевыборы то есть вообще непонятно работа и не хочу как бы видите собираются бежать то есть вот откуда вопрос может что-то знают ну понимаете дело в том что для того чтобы люди не бежали нужно набирать депутатов ну как бы набирать это должна быть политическая селекция да или так называемые политические лифты набирать депутатов нужно из представителей как правило среднего класса то есть людей которые достигли своим трудом какого-то определенного уровня жизни и которые при этом очень сильно как бы дорожат этим уровнем жизни то есть они его не разменяют на какие-то там сомнительные опции проекты заманчивая какие-то предложения а у нас же в основном работают не социальные лифты работают социальные катапульты или подземные социальные экспрессы да такое подземное социальное метро то есть с одной стороны либо протягивают через подземные коммуникации какие-то совершенно людей которые представляют интересы крупного бизнеса каких-то олигархов ну у нас в принципе у каждого олигарха в этом какая-то группа влияния либо это социальные катапульты ну какие-то случайные люди которые попали в медийное пространство стали известными их просто взяли вот знаете как катапульта забросила там на 10 этаж да там человека условно говоря за счет этого ускорения вот он попал во власть но он не прошел вот эти промежуточные ступени своего личностного развития и он смотрит на это все как бы на этот буфет парламента и и раскрывает глаза и вообще как бы слушает разговоры которые там идут цифры которые там звучат шепотом которые там друг другу депутаты говорят и у него как бы волосы дыба встают и он понимает что он как бы попал в какой-то там круг рая там да и уже отсюда ему уже как бы дорога одна к личному процветанию вот поэтому в данном случае у нас вот социальные лифты не работают социальные крипты забрасывают случайных людей плюс вот это подземные подземные экспрессы которые забрасывают в парламент людей представителей финансо-промышленных групп вот поэтому надо менять селекцию тогда будут парламент парламентарии которым интересно работать парламент вот в чем ну как бы это просто такая простая истина но я вас уверяю что вот это объект депутатов оно ни с чем глобальным не связано они по большому счету ничего такого не знают это просто связано с банальным нежеланием уже работать то есть они просто как я сказал утратили интерес к этому бизнес проекту под названием депутат да друзья пожалуйста подпишитесь поставьте лайк еще один вопрос который я хотел бы вам задать Алексей вот публикует вашингтон пост материал с заголовком Зеленский не знает как набрать дополнительные войска по мере продвижения российской армии ну и соответственно там приводится статья издание пишет что хоть президент вроде как обещает обещает западу что украина справится с боевыми действиями отобьет агрессию если будет предоставлено все необходимое но все-таки Киеву не удалось разработать четкий план по призыву и вербовке многих тысяч новых солдат категорически сейчас необходимых на фронте в результате возник конфликт в парламенте а мужчины прячутся от мобилизации опасаясь смерти на фронте без оружия стратегический кризис так и минует ситуацию издания Вашингтон пост ну а приведенные слова советника Минобороны Алексея Бежевца но это вообще что-то конечно ужасное русские очень скоро переместятся гораздо ближе если их некому будет остановить говорит Бежевец нехватку личного состава и оружия называет трагедией а многих мирных украинцев просто пылью на ветру ну вот такой апокалипсис рисуется в этом материале ну тут даже как бы сложно что-то и добавить я вот замечаю просто вот мы тут такие хулим да плохие новости кто говорит рот открывает рот говоря плохие новости тот у нас агент Кремля а в то же время наши вот советники вполне себе официальные лица комментируют солдаты на передовой да дают комментарии там западным изданием говорят открыто что все плохо и трагически там получается не агента Кремля то есть какая-то очень странная сейчас обстановка хочу чтобы вы охарактеризовали ее что видите вы обслуга она не странная она как бы просто такая так так она так она сформировалась и просто у одних есть как это называется индульгенция на панические заявления а другие этой индульгенции лишены поэтому если кто-то начнет высказывать какие-то критические замечания вот тут же могут обвинить в нарративах Кремля и во всех смертных грехах а есть люди которые вполне себе могут с экранов телевизоров используя различные средства массовой информации такие делают в заявлениях что иногда просто диву даешься как говорим в войне вообще о таком можно говорить ну потому что у этих людей есть определенная индульгенция как бы такой карт-блаж скажем так на подобные заявления но вообще ситуация вот эти все то что вы перечислили вот эти все эпитеты прилагательные сравнения и так далее ну это все как бы может быть оно по-журналистски как бы это звучит как-то может быть и к месту но на самом деле с точки зрения аналитика это все ну абсолютно какой-то белый шум вот эти все фразы потому что ну там стратегический тупик там и все остальное ну белый шум почему потому что все все очень просто тут ну истина лежит на поверхности она вот видна ее можно буквально руками как говорится пощупать это не стратегический кризис это демографический кризис ну это понимаете это математика математику нельзя отменить там каким-то постановлением там или например отменить в результате какого-то решения да поэтому в данном случае это простые простые арифметические расчеты для этого даже не нужно высшую математику знать нужно применять алмогарифмы и все остальное очень-очень простые расчеты которые показывают что мы находимся на дне демографического кризиса и исходя из наших мобилизационных возможностей мы находимся если так мягко выразиться в крайне-крайне сложной ситуации понимаете это опять же уровень экспертности уровень экспертности некоторых наших аналитиков людей которые делают подобные заявления потому что вот такие вещи как например мобилизационный потенциал страны там глобальное проектирование силы это все нужно рассчитывать с помощью средств системного анализа информировать индексы готовности к войне индексы самой войны которые показывают наличие основных ресурсов людских материально-технических финансовых это как бы я эти все цифры для себя анализирую я эту картину абсолютно четко вижу а можно например посмотреть в окно ну вот уровень экспертности уровень экспертности я называю таких экспертов знаете как эксперт который смотрит в окно или оконная экспертность я еще так называю то есть это например человек посмотрит в окно видит три мужика по улице идут есть еще как говорится мобилизационный потенциал это до войны у нас такие были до войны у нас такие были экономисты которые анализировали экономическое состояние Украины, они и сейчас есть. Правда, они просто сейчас немного по-другому говорят. До войны они, например, говорят, я посмотрел в окно, и на улице ездят иномарки, очень дорогие. Я считаю, что мы как будто прибедняемся. У нас в Украине очень высокий уровень жизни. Украина – это динамично развивающаяся страна. Это такой экспертный уровень оконного типа. Поэтому, если мы не перейдем от оконной экспертности к реальной системной аналитике, тогда действительно все закончится, не хочется говорить катастрофой, но закончится очень все плачевно. Потому что математика, в отличие от… У нас вообще в обществе почему-то думают, что экономика – это не точная наука. Сейчас ее называют социально-поведенческой наукой. Но на самом деле экономика… Я учился в те времена, когда экономика считалась абсолютно точной наукой. Потому что базовый экзамен, который я сдавал, когда поступал в университет, это была математика. На первом курсе мы изучали высшую математику, потом математические методы, потом эконометрику. В моем понятии экономика – это точная наука. Но сейчас ее превратили в неточную. Но проблема в том, что эти вещи, реализационный потенциал… Я просто не хочу повторяться, потому что мы уже много раз об этом говорили в наших эфирах. Да. Это четкие параметры. И математику нельзя отменить. Вот в общем проблема. Допустим, в отношении литературы мы можем спорить. Для одних Достоевский – это гений, для других Достоевский – это вообще не стоит даже упоминания. Но это все равно как бы субъективные позиции той и другой стороны. Хотя, в принципе, есть некие объективные литературовеческие критерии, которые оценивают Достоевского как великого писателя. Но вопрос в том, что математика – это абсолютно точная наука, это своеобразная константа. Поэтому можно, знаете, как можно хоть головой об стол биться, но от этого же ничего не изменится. То есть от этого цифры не поменяются. Поэтому все проблемы, которые у нас возникли, по моему глубокому убеждению, от неумения проводить глобальное проектирование силы в условиях войны. Отсутствие стратегического глобального проектирования силы приводит вот к таким результатам. Да, Алексей Кущ был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся.